Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня я хочу показать вам последний этап массовых моих посевов, о которых я уже начинала говорить. Ранее я показывала, что я для того, чтобы посеять много-много семян в одиночку, я делаю сначала вот это посевы. Я все рассказывала, что во влажные бороздки раскладываю и оставляю. И сразу не накрываю, а могу накрыть через день или через два. Вот вчера те посевы, которые я вчера все посеяла, я вчера села после обеда в течение трех часов, я засеяла вот 8 лотков. Я их не закрывала, накрыла пленочкой и оставила. Сегодня теперь я сделаю групповую засыпку грунтом. Это очень ускоряет процесс. Вот здесь вот у меня в каждом лотке 250 семян. 2000 семян. Вот верхние 4 лотка 1000 и нижние 1000. Ну там плюс-минус 10-20 семян, не важно. Я эти 2000 посеяла за 3 часа. Сейчас я их все группой быстро засыплю. И вы посмотрите, что это очень-очень быстро и удобно. Я вот пришла в тот самый угол, где я говорила, что у меня там отдельно земля. Вот ванна, размораживается земля, размораживается марганцовкой, крутым раствором я поливаю. День-два она стоит. Потом я ее довожу до такого состояния. Через крупное сито просеиваю. Тут же у меня вот зола. Добавляю в каждую порцию вот такой таз. Обязательно немножко золы вот через ситочку. И сейчас я буду закрывать грунтом. Как я закрываю? Грунт, видите, он увлажненный, но чуть-чуть. Он сыпучий. Сыпучий такой полусухой, можно сказать, грунт, чтобы сверху не было кортки. Закрываю только вот таким полусухим грунтом. И полив сверху я не провожу. Я вот по лоткам, по всем сразу, чуть-чуть-чуть смачиваю снова. Прям не очень много, даже, ну как, реденько через раз. Потом беру и вот так же делаю общую засыпку. Так как у меня семечко уже заглублено в грунт, мне не нужно большого слоя земли. Мне нужно просто, чтобы дырочки были закрыты. Слой делаю очень-очень небольшой. Это позволяет семенам быстро, без труда вылезти из грунта. И тем более, когда через сито я присеиваю, он получается такой воздушный, мягкий, пушистый. Росточек через него выходит очень-очень быстро. Ну все, я вот на ваших глазах два лотка присыпала. Я ничего потом не прихлопываю, не притрамбовываю, ничего не делаю. Вот так засыпала землей тонким грунтом. Потом я накрываю вот такой пленочкой. Еще раз говорю, никаких поливов сверху я не делаю. Все, сейчас я за 10-15 минут засыплю все 8 лотков, прикрою и поставлю в теплое место. Через 5-7 дней они уже проклюнутся, потому что они лежат во влажном грунте, во влажной земле. И как вы видите, что если бы я отдельно после каждого посева ходила сюда, сеяла землю, закрывала, было бы неудобно. Я их все вместе полью, все вместе засыплю грунтом, все вместе накрою пленкой, все, и поставлю. Или под кровать, или под лоток, под стеллаж, где будет место. Но лучше всего куда-нибудь наверх. Или на верхнюю полку стеллажа, или наверх, где самый-самый теплый воздух в нашей квартире. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это еще о массовых посевах перца, вот в данном случае. О том, как можно посеять несколько тысяч семян в легкую, одному человеку в одиночку. Самое главное, что самые напряженные периоды, это вот когда нужно посеять в короткий срок. Вот в течение недели нужно посеять там 10-8 тысяч перцев. Сейчас перцы. В середине марта будет такое же количество посев томатов. 15-20 марта тоже несколько тысяч. И остальные более-менее будут легче периода. И еще самая главная сложность, когда их нужно быстро распикировать. Они все подрастут почти в одинаковый период в одно время. Их нужно будет раскидать пореже, или по стаканчикам, или по другим лоткам, или в теплицу высадить. Все. А в остальном ничего сложного. Ходите, поливайте, опрыскивайте. И можно вырастить несколько тысяч рассады корней. До свидания. С вами была Ольга.